Весна идет полным ходом и в это время в садовых центрах Чаполина очень много посадочного материала. Мы относимся к нему очень бережно и храним его, как видите, в холодильнике. Розы любят все. На сегодняшний день их в мире более 30 тысяч сортов. Как выбрать? Каждый из нас покупал недорогие розы в супермаркетах. По принципу красненькая, зелененькая, желтенькая. А потом розы плохо цветут, вымерзают, заболевают. Мы для вас выбрали самые надежные и проверенные бренды. Те, которые 100% на протяжении долгих лет будут радовать вас своим цветением. Розы братьев Топалович – хорошая альтернатива дорогим брендам зарубежных селекционеров. Сорта отобраны для нашего климата. Самые устойчивые, непрерывно цветущие, нет пересортицы, имеют зимостойкий подвой. Как видите, это уже взрослые растения, а не какие-то палочки. И цена у них вполне демократичная. Конечно же, не удержались и привезли розы Дэвида Остина. Невероятно душистые и зимостойкие. Розы Мэйена и Кордоса. Как видите, выборы огромные. Приходите. Хочется рассказать вам о всех растениях. О шикарных пионах, о разноцветных остильбах, о декоративных кустарниках, о лианах, например, таких, как клематисы. Кстати, ожидается шикарная новинка – клематис тайга. Ребята, это просто бомба. Шикарно красив. Не нужно сохранять побеги зимой, потому что цветет он на побегах текущего года. На Нимфеи хочу остановиться поподробнее. Покупая летом для своего водоема вот такое растение, вы заплатите большие деньги. А купив сейчас в нашем садовом центре вот такой вот комплект, вы можете прилично сэкономить. Посмотрите, что же входит в этот комплект. Вот. Сам контейнер специальный для водных растений. Есть грунт. Субстрат тоже специально изготовлен для водных растений. Ну и, конечно, сама луковица. Она небольшая, но посмотрите, у нее очень много зеленых новых ростков. Четыре сорта. Как видите, четыре цвета. Это желтый, белый, розовый и темно-красный. Есть еще несколько водных растений. Одним словом, у нас есть все для вашего небольшого дачного водоема. Пруды – это, конечно, красиво, но мне нужно похудеть, и поэтому я перехожу к морозникам. Это лекарственное растение. Корни его очень полезны, способствуют нормализации отмена веществ, а также похудению. И еще много-много чего полезного делает это растение. Хотите узнать – залезайте в интернет. Но я считаю, в этом деле самое главное – соблюдать меру. Но разговор сегодня пойдет не об этом. Морозник настолько красив, долго стоит в срезке, что трудно удержаться, чтобы не посадить его на участки. Обычно морозники белые, но сейчас выведено много гибридных форм. Посмотрите, какое у нас разнообразие в садовом центре. Кстати, на морознике весь апрель действует скидка 20%. Не упустите удачу. В отделе семена я сегодня не буду рассказывать вам о сортах и гибридах, которых здесь огромное количество, множество. Лучше приехать самим и выбрать все самое лучшее. А я сегодня расскажу вам об уникальном биологическом средстве защиты от вредителей – метаризине. Этот биопрепарат содержит в своем составе грибок метаризиум, который приводит к гибели почвенных насекомых. Особенно чувствительно к метаризину различные почвенные личинки. Например, личинки майского жука, медведки, проволочника, клорадского жука и белокрылки. К тому же метаризин повышает микробиологическую активность почвы, стимулирует рост и развитие растений. Для того, чтобы препарат метаризин был эффективен, вносить его в почву нужно постоянно. Но это затратно, скажете вы мне. Но я хочу открыть вам секрет. Грибок метаризиум в домашних условиях можно разводить бесконечно в воде или в отрубях. Нужно действовать согласно инструкции. Каждую неделю в наши садовые центры поступает новый товар. На следующей неделе мы ожидаем большое поступление плодово-ягодных кустарников. Такие как актинидия, арония, виноград, голубика, ежевика, жимолость, инжир, калина, малина, крыжовник, облепиха, смородина и черника. Весь апрель, каждую среду скидка для пенсионеров 10%. Субтитры создавал DimaTorzok